Ну что, займешь, заехал автомобиль. Как жарко здесь. Знаете, пока не готовы. То есть одно дело, если прямые деньги были, но вот сейчас она просто... Так, ну что, мы едем в аэропорт. Игорь. Ну что? Тут ты. Задай, в этот раз мы со светом едем. Со светом нас провожают. Даже в прошлый раз экономили на свете. Не только на входе в отель, а нас сэкономили медаль шампанского. Да, да, я уже 50 вел. Всего столько всего. Конфитуле. Ой, как прекрасен этот мир. Игорь, ну что, ты счастлив? Отдохнул? Нет. Надо работать. Согласен, мне через 10 дней опять отдыхать. Давайте вам покажу, как живут далеко за пределами туристической зоны. Живут теплее, ходят по ресторанам. По каким, блядь? Ресторанщики здесь. Откуда у них деньги на них? На местных есть. Нет, я не к тому, что они там как-то плохо живут, но они, мне кажется, ничего не зарабатывают. Что тут заработать можно? По какому-то, как можно сказать. Интернациональный, я не знаю. Москва? Интернациональный. Флай номер? Ну, флайтер номер? Интернациональный, 12. Второй? Продолжение следует... Так, мы на месте, тут автобусы Pegas, я думаю, что это московский рейс, мы думаем, много-много людей. Боже, как здесь горячо, тут просто горячий воздух, вот какой кафт есть, поэтому и те, кто сейчас прилетел. Это же просто прям руки сжет. Так, мы в аэропорту Анталии. Анталии, аэропорт. Наш рейс 18.35, Шереметьево, аэропорт, 245-247, стойки, регистрация. Еще регистрация не началась. На этих стойках регистрируют в Прагу. Через 30 минут у нас только. Пойдем вон вперед, вон кафе впереди. Вон впереди. Куда ты хочешь упасть? Я просто хочу от людей спрятаться. Ну, пошли вон туда, там нет людей. От людей он хочет спрятаться. Нелюдимка. Нелюдимка. Сейчас такой прикол был. Девочка идет в очках, такая милая маленькая девочка, с чемоданом тащит его, бежит за родителями. Видимо отвлеклась, Кирилля на чемодан все посмотрела. Представляете, стоит стол металлический, она прямо в него врезала, все, очки полетели. Заходим с Игорем в аэропорт. Рядом со мной идет парень, мальчик, лет, наверное, 15-16. И кричит, ба-ба. А голосом моего темного, просто племянника, просто один в один голос. Я на него поворачиваюсь, смотрю, и он как завалится об стойку какую-то. Упал, как будто ленту перетянул. Господи. Дети, вы что? У вас что, солнечные удары у всех? Короче, это капец. Все, ждем. Ждем регистрации. Лаунжи, как обычно, нет ни хера. Кроме вот напитков. Вот этих. И вот таких прикольных яблочек. У них просто, они минимальные, видите, они такие просто. Или это не яблоки? Подождите. Что это? Это не яблоки? Типа, знаете, не спелые сливы. А, да. Игорь, это не яблоки. Это сливки? А луча какая-нибудь? Слива, она что? Не знаю, что это такое. Народу столько в лаунже много, что Wi-Fi не могут дать. Перегружен. Это не нулажник. Все, конечно. Игорь, в этот момент. В шахте, где-то там. В шахте, у меня же, в Хи- Comicом-клорке. В шахте, я плачу, ты их категории. В шахте, я плачу! В шахте, я плачу, это плачу. А, да, мальчик. А, да. Учень. Нулажник. Да, я плачу. Учень. Ну что, давайте сделаем себе капучино. Капучино. Есть не буду, поем в самолете. Там вкусно будет и кормить, и поить. Блин, народу столько же, конечно, слепее. Благодарю. Что такое? Ежедельное потребление кофе дает скачок иммунной системе, то есть микровыбросы. И это уменьшает возможность заболевания коллеги. Уменьшает? Да. На боли какие-то, но тем не менее... Конечно, кофе нужно пить обязательно. Пуфим за это. А про пива ничего нет. Про пива ничего нет? Да, она нет. А про вино зимфандель? Чай и фрукты не помогают. А зимфандель? Сейчас пойдем сюда. Давайте послушаем, что ли нам Игорь еще скажет про то, как уберечь себя. Видимо, в следующей статье. Все, что ли? Да. Ну ладно. Так, все, мы пошли на посадку. Иди сюда. Иди сюда. Здесь, конечно, просто яблоку негде упасть на роду. В долгом. Что, здесь пройдем? Здесь, конечно. Там? Угу. 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 Вот, вот наш самолетик, на который мы полетим. Угу. 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 Бизнес полный, мы попросили пятое место, у нас было третье место, мы попросили пятое место, мы закроемся еще от всех шторкой, у нас тут своя ложа. Просека, пожалуйста, девочки, просека. Игорь уже все, 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 спать, выпил свои снотворные, Игорь, просыпайся, сейчас заставит тебя поднять все. Подключу я зарядочку к телефону и продолжу смотреть семинар, который я начал смотреть лаунжи. Так, ну что, девочки. Мы начинаем свой полет. За вас, мои хорошие мальчики и девочки, за вас. Игорь не пьет, он это. Он на таблеточках, поэтому это все мне, Игорь. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Он фотографировался для госуслуг по прилету из, короче, из-за границы, ты должен на госуслуг зарегистрироваться, чтобы я делал QR-код. И там нужно сниграфироваться обязательно. Я сниграфировался. Игорь Негода. 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 Суду разгадывать. Все, мы двигаемся. Суду разгадывать. Отгадываю, отгадываю. Игореша наш проснулся. Что не спишь? Спи давай. Мне меню принесли. Ну как мне, нам. Это все понятно с меню. Я сейчас буду выбирать себе алкогольные напитки. Потому что Просека я уже выпил два бокала. Мне это неинтересно. Я знаю, здесь есть коктейль. Мы его как-то пили с Игорем. Попутный ветер? Нет, не попутный ветер. С шампанским, как мне написано, все. Вот с вискарем. Вот, да, попутный ветер. Вот, окины ногти. Макшери. Я не твердел перед туалетом. Попутный ветер? Вот, я буду пить. Буду пить попутный ветер. Жду. Жду, когда спросят. Что у нас на завтрак? Подождите, на завтрак ничего. Обед. Лосось маринованным дайконом. Моцарелой. Говядина. Говядина, слично. Видите, выбор. Ну, все. Ждем. Спи, мой хороший, спи. Хочешь кроссвордик плагать? Смотри, я его уже отгадал. И что я умный? Я очень умный. Давай вместе отгадывать куда хочешь? Ты в Дзене? Сейчас не надо. Все, ладно. Не отвлекаю тебя. Смотрите, какой он умный. Мы еще не взлетели. Да. А я уже столько слов отгадал. А что мы разгоняемся? Взлетная полоса. Ты не понял. Что, как будто грязные такие, не пойму. Приятного полета. Все хорошо. 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 Что, как будто бы так употребил? Что это здесь? Что, как будто бы так comparison? Или чтобы попаться влюбить? Или чтобы помочь? Слетели Слетели Девочки, какое солнце Мальчики тоже Девочки, ну пока мы с вами набираем высоту Давайте посмотрим содержание этой косметички Которую Аэрофлот любезно предоставил в бизнес-классе В прошлый раз мы летели в Анталию в комфорте Там было немного другое содержание Давайте посмотрим, что же содержится в бизнес-классе Итак, тут одна щетка С таким чекольчиком Пластиковым Я сейчас никому не удивляю Абсолютно Кто летает в бизнес-классе Я за вас, Ах Я просто показываю тем, кто мне летал Пока, может быть, даже кому-то это будет интересно Потому что мне самому было интересно Тороцентство этой косметички Дальше Игническая помада Такую помаду я подарил Игорю Я думал, что эту помаду я ему тоже подарю На, чтобы ты не боялся, малыш Держи Дальше Крем для лица Вот такой маленький крем для лица Ну да, для лица Легкий крем для лица Забрали Лучка, вы ее уже видели Дальше Ложечка для лукови Дальше Расческа Аэрофлот Для сна Маска И Зубная Паста Рокс Кстати, моя любимая Которую удаляют очень круто Кофейный налет Потом Красное вино Красные глаза вы еще удаляло Красное вино И табак Поэтому Я люблю эту пасту Вы ее знаете, что я ее люблю Так Ну что Наберем высоту Попросим коктейльчик И с вами снова продолжаем Слушаю семинарчик Нас уже начинают кормить Еще и поить Благодарю Спасибо Благодарю Благодарю Очень приятно Очень приятно Благодарю Так Так, я в одно время собрался бить на зену. Кого? Двадцать человек. У тебя там отнесло, ты не интересен. Нет, нет. Хорошо. Все, я дальше семинарую. Туристкушку принесу. Я тебе учусь. Так, принесли рыбную закуску. Ну, конечно же, это очень вкусно. Даже что тут говорить. В общем, приятного мне аппетита. Игорь, приятного тебе аппетита. Спасибо. Мукбанка, сколько блюдов будет? А? Мукбанка, сколько блюдов будет? Что? Сколько блюдов? У нас еще горячее. А давай туда поставим телефон? Я сейчас с вами попробую. Я думаю, меньше приборов. Да, орешки. Хлебчику надо было взять. Хлебчику надо было сделать. Я говорю, как люди слились. Менок не могу показать. Да, кстати, дэкшек надо было взять. А сейчас вот эти длинные. Черненький. Дай заново чайку. Чёрненький. Есть? Хватит давать? Да, нет. Ладонь нет. Два давать. Если бы сказал бы Егерину, телефон инструкции расставить. Такая зубная куточка, она прям горячая. Маслица. Маслица прям шикарно намаживается. Иногда всё лучше сделать этот. Просто. Просто потерпеть. Но зачем там не надо открываться? Почему же не надо? Всё, заточь на МП. На МПП. У меня нет Когда же 8-1 не забежишь Что? ПТ, без алкоголя Мога же сида ромбель Сейчас мы дома из-за пандырина. Бутылочка к рукави. Может пригласишь? Кого? Меня. Че ты и выживал? Да. Могу забрать. Сейчас. Я купил зубы. Я купил зубы. Могу. Можешь дать одну? Продолжение следует... 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 Приземляемся. Игорь, как полет? Как тебе полет? Слава тебе, Господи. Выпил две таблетки. В следующий раз три выпьет. Мне кажется, он нашел выход из положения. Мы уже приземляемся. Такие красивые облака. Смотрите, какой закат. Просто хочу вам его показать. Игорь, самому понравится. У него будет капуста. Выключили свет. Выключили свет. Продолжение следует... Москва, моя любимая, моя родненькая. Привет-привет. Что-то как-то то ли туманно, то ли просто уже темнеет. Она все равно такая любимая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолж...